Сочи назвали лучших учителей России. Финалистов всероссийского конкурса пригласили работать в школы-курорта. Площадку у тюльпанового дерева благоустроят, а на улицах запретят электротранспорт. Об этом стало известно на планерке главы Сочи. МФЦ переданы краю, но для жителей ничего не изменится. С 1 января все отделения переходят на централизованную систему работы. Стартовал сочинский турнир по настольному теннису. Сильнейших спортсменов он выявляет уже 47-й год подряд. Новый торговый партнер Краснодарский край и Туркменистан подписали соглашение о сотрудничестве. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев побывал в Ашхабаде. Туда Вениамин Кондратьев отправился в составе официальной делегации, которую возглавил президент России Владимир Путин. Во время встречи главы двух государств обсудили сотрудничество в разных сферах. В первую очередь в политической и торгово-экономической. Владимир Путин отметил, что за последнее время товарооборот снижен и необходимо предпринять меры, чтобы эту ситуацию изменить. В рамках соглашения с иностранными коллегами Краснодарский край готов развивать сотрудничество и поставлять в Туркменистан продовольственную пшеницу и продукты ее переработки, а также рис, растительное масло и консервированную продукцию. Кроме того, предполагается совместная работа по реализации проекта в области инновации и импортозамещения. Сейчас на территории Краснодарского края работают 23 компании, которые экспортируют продукцию в Туркменистан. Это сельскохозяйственные, машиностроительные и химические товары. Стадион Фишт готов к проведению Чемпионата мира по футболу. Об этом заявил в интервью журналистам ТАСС глава региона Вениамин Кондратьев. По словам губернатора, недоработки, выявленные в ФИФА после Кубка Конфедерации, устранены. Кондратьев отметил, цитирую, «Мы вышли на финишную прямую. Сегодня можно говорить о том, что стадион Фишт готов принимать матчи Чемпионата мира. Завершено обновление футбольного газона, демонтирована кровля, возведены дополнительные трибуны почти на 4,5 тысячи мест. Таким образом, стадион сможет принять более 45 тысяч болельщиков одновременно». Конец цитаты. Губернатор также добавил, что в Крае ведется строительство и реконструкция восьми тренировочных площадок в местах размещения без команд. Завершить работы на всех площадках планируется к апрелю. Кроме того, проведена классификация почти 5,5 тысяч средств размещения на территории региона, в том числе почти двух тысяч сочинских гостиниц. Уже утверждены планы мероприятий по праздничному и тематическому оформлению городов Края. Для транспортного обслуживания Чемпионата будут использованы 100 автобусов и 70 пар электропоездов «Ласточка» в сутки. В Сочи выбрали лучших учителей страны. Названы победители всероссийского конкурса «Учитель года России». Их пять. Торжественная церемония состоялась в Олимпийском парке. Продолжит Елена Авсецина. Всероссийский конкурс «Учитель года России-2017» проводится в 28-й раз и впервые в Сочи. Здесь состоялся его второй тур, поскольку в прошлом году абсолютным победителем стал педагог из нашего региона Армавирис Александр Шагалов. Для нас очень важно, что интеллектуальная элита страны была здесь, и мы им очень рады. Для нас это, я повторюсь, тоже экзамен, для нас это тоже урок. Мы будем вас видеть рады всегда в Сочи, в Краснодарском крае, и теперь уже с вашими учениками, и с вашими семьями добро пожаловать к нам. Сегодня в ходе церемонии были названы имена пяти победителей федерального этапа конкурса. Это учитель математики Алмаз Хмидуллин из Казани, учитель биологии из Москвы Иван Смирнов, учитель математики Самары Владимир Пономаренко, учитель истории Санкт-Петербурга Илья Димаков, и единственная женщина-финалист, педагог из Ульяновской области, учитель русского языка и литературы Анастасия Менгачева. Вы – история. Вы – история своего муниципалитета, своего субъекта, своей школы. Вы – история российского образования. Вы – участники 28-го конкурса «Учитель года России». Мы вами гордимся. И хотя среди победителей в этом году нет педагогов из Краснодарского края, отдельные слова благодарности прозвучали из уст замминистра образования и воды сучинских педагогов. Они успевают и детей учить, и организовывать для участников всероссийского конкурса интересную программу. А глава города Анатолий Пахомов рассказал участникам, как город развивает систему образования. Это и строительство новых школ, и детских садов, и возведение жилья для учителей. Лучших работников образования мэр пригласил на работу в Сучи. Перспективным кадром пообещал выделить квартиры. Именно дадим тем, кто к нам приедет. Лучшие из лучших. Потому что нам нужны учителя математики, нам нужны учителя физики, да и вообще хорошие учителя нужны. Ведь время пришло действительно талантливых людей. И для этого я хочу еще раз сказать – обязательно оставайтесь в Сучи. А уже завтра в Москве пройдет круглый стол образовательных политиков. Это финальное испытание, в котором примут участие пять названных сегодня победителей конкурса. Примет в обсуждение наиболее острых и актуальных проблем современной школы и министр образования России Ольга Васильева. Тому, кто сможет наиболее аргументированно ответить на вопрос, как сохранить единое образовательное пространство, и достанется главный приз конкурса «Большой хрустальный пеликан». Елена Авсец, Владимир Даниловский, телекомпания «ФКТ». В Сочи собрались профессионалы индустрии развлечений. Отраслевой форум в 27-й раз объединил руководителей парков отдыха, представителей аттракционов и законодателей. В этом году в Сочи приехали представители 45 регионов России. Один из основных вопросов, который надо обсудить специалистам, введение со следующего года единого евразийского технического регламента и по производству, и по эксплуатации аттракционов. Появится и единый федеральный надзор за работой парков. Сейчас соблюдение требований безопасности в регионах контролируют разные ведомства. Помимо этого, отметил член Совета Федерации и в прошлом сотрудник налоговой инспекции Владимир Политаев, у парков появились сильные конкуренты, которые платят меньше налогов, соответственно, и выживать им легче. Очень много развлечений предоставляется в торговых центрах. Мне вот интересно о том, что даже то, что они конкуренты-неконкуренты, получаются вам, да, и в связи с тем, что они переходят на интересную такую патентную систему налогообложения, о том, что они выпадают из пространства и, честно говоря, я так понимаю, что они круглогодичны, в отличие от тех же парков, которые представлены у них, которые носят в большинстве случаев сезонный характер. Борьба за своего клиента – это залог жизнеспособности любого парка. Чем привлечь, как развлечь и как сделать так, чтобы пришли потом снова? Все это сегодня вопрос номер один. Так как мы работаем в сегменте массового, доступного отдыха для населения, поэтому чувствуется, что у людей снизились доходы. И небольшое падение, оно есть и в этом году. И как раз задача нашего форума – как раз обсуждать, а что надо придумать, чтобы увеличить доходность. Итогом четырехдневной работы форума станет определение победителей ежегодного осмотра конкурса «Хрустальное колесо». К слову, сочинские парки не раз становились его обладателями. Сочи на финишной прямой перед стартом Международного фестиваля молодежи и студентов курорт готовится принять около 50 тысяч гостей из разных стран. Порядок на улицах и дорогах города необходим не только перед проведением событийных мероприятий. Он должен стать системным. Об этом говорил сегодня Анатолий Пахома во время планерного совещания. Подробности у Татьяны Говорковой. В минувшую субботу во всех районах города наводили санитарный порядок. Тротуары и склоны очищали от мусора, ликвидировали стихийные свалки, проводили обрезку зелёных насаждений. Тем не менее, итогом субботника градоначальник остался недоволен. Не все подрядные организации подошли к уборке ответственно. Нарекания у мэра не только к состоянию улиц, но и дорожно-транспортной обстановке. В частности, стоянки автомобилей у остановочных павильонов, автобусов и маршрутных такси. Анатолий Пахомов попросил сотрудников ГАИ действовать активнее. Инспекторы должны обратить внимание и на так называемый электротранспорт, который сдаётся в аренду. Зачастую желающие прокатиться на сегвеях и велосипедах с моторчиком выезжают на трассу без разрешительных документов, что небезопасно. Запрет на использование этого транспорта введён и на набережных. В Амеретинской низменности уже появились запрещающие знаки и установлены ограничители. У них госномера нет. Вот это всё описывает, что если вы будете дальше сдавать в прокат или этим пользоваться, то мы предменим статью 19.3. На планёрном совещании обсудили и вопрос подготовки сквера фестивальной. Прогулочная зона площадью чуть больше гектара на улице Фабрициуса должна открыться 14 октября. За это время мы успеем сделать практически весь сквер с благоустройством, с озеленением, с дорожками, с выводом под полив, с освещением, с фонарями. Значит, уже оплачено 11 миллионов рублей. Все работы по благоустройству сквера будут закончены к 14-му числа. Что касается начинки сквера, значит, остальных конструкций, спортивной площадки, значит, под пляжные виды спорта, то это мы будем потом в спокойном порядке, значит, в рабочем порядке делать. Заговорили и о благоустройстве головинки, в частности, о проекте преобразования площадки рядом с местной достопримечательностью, тюльпановым деревом, памятником природы и истории. Оно является священным для адыгов-шапсугов, и это надо обязательно учитывать при реализации проекта, чтобы не задеть их чувства, отметил Анатолий Пахомов. К слову, к зелёным насаждениям у властей города особый подход и требование. Мэр уже давно предлагает сочинцам уйти от непримечательных заборов у домов к живым изгородям. В обязательном порядке они должны быть в прибрежной зоне. Пока этот проект – вопрос времени, но уже сейчас этой работой занимается управление по лесопарковому хозяйству. Начали с виноградной. Планируется, что эта улица заметно преобразится к апрелю. Затем живые изгороди будут появляться и на других. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. МФЦ Сочи переданы краю, но для жителей ничего не изменится. С 1 января 2018 года все отделения МФЦ. Мои документы курорта переходят на централизованную систему организации работы. Такая перемена будет способствовать повышению эффективности работы центров. На прошедшей недавно сессии городского собрания депутаты поддержали решение о необходимости перехода на централизованную модель сети многофункциональных центров на территории Краснодарского края. Таким образом, с начала следующего года финансирование деятельности МФЦ будет осуществляться за счет краевых средств, что позволит снизить нагрузку на бюджет города. Что же касается непосредственной работы центров, то все остается без изменений. При этом жители Краснодарского края смогут пользоваться услугами центров МОИ документы по принципу экс-территориальности, то есть подавать документы в любой МФЦ на территории региона. Это те же офисы, это те же услуги, это тот же стандарт качества. И я, насколько понимаю, со стороны краевых властей, конечно, будут направляться усилия на то, чтобы данные услуги расширялись, чтобы качество предоставления их росло, чтобы был четкий, единый стандарт обучения специалистов МФЦ. Руководством многофункционального центра разрабатывается и вопрос увеличения количества офисов в Сочи. Связано это с тем, что на территории курорта услугами МФЦ пользуются не только сочинцы, но и отдыхающие. Напомню, что центры МОИ документы предоставляют более 250 государственных и муниципальных услуг. Представители старшего поколения Сочи поздравили с Международным днем пожилого человека. На торжественный прием главы города пригласили горожан серебряного возраста, которые и сегодня занимают активную общественную позицию. Борис Петрович Айропетов – солист сочинской филармонии. Совсем скоро ему 80. Отмечать день пожилого человека на сцене, а не в зрительном зале, он планирует еще достаточно долго. Несмотря на столь почтенный возраст, артист полон творческих сил и идей. Это они пожилые, а я-то молодой. Хотя они все моложе меня. В следующем году только 80 будет. Я еще не начинал, я только раскачиваюсь. Больше двигаться надо, двигаться. А то они все ждут, лежат на диване и ждут, когда к ним здоровье придет. За здоровьем ходить надо, ходить, бегать. Таких активных и энергичных пожилых людей в Сочи немало. Пройдя сложный трудовой путь в молодости, старшее поколение и сегодня является примером стойкости и оптимизма. Ко всему прочему, десятки сочинцев серебряного возраста стали волонтерами и принимают активное участие во всех событиях курорта. Традиция 365 дней в году думать о пожилом человеке. У нас замечательный город с огромными возможностями. Мы имеем возможность сделать и программу зритель для наших пожилых людей. Мы имеем возможность и освободить наших пенсионеров от уплаты налога на землю. Мы имеем возможность из 45 миллионов рублей 6 тысячам наших пожилых горожанам выплачивать дотации. И самое главное, что наш город праздник и в этом празднике мы все время приглашаем принимать участие тех, кто сегодня на заслуженном отдыхе. В честь праздника сочинцам старшего поколения вручили почетные грамоты. В том числе в благодарность за то, что они до сих пор в строю и делятся опытом с молодежью. В декаду Дня пожилого человека по поручению городоначальника в Сочи пройдет 70 мероприятий. Показателем же того, что сочинцам пожилого возраста живется комфортно, является тот факт, что каждый год на постоянное место жительства в Сочи переезжает до 3000 пенсионеров. Седьмой международный фестиваль «Пара-арт» открылся в Сочи для сильных. Духам нет преград в жизни ни в победах над собой, ни в расстояниях. Так считают участники традиционного уже фестиваля культуры и спорта. Всего в фестивале «Пара-арт» участвует около 200 человек из 20 регионов России и ближнего зарубежья. Это Москва, Нижний Новгород, Череповец, Ульяновск, Владимир, Липецк, Владивосток, Ростов-на-Дону, Калмыкия, Сахалин, Якутия, Донецкая Народная Республика. Примут участие в фестивале и спортсмены из Сочи и других городов Краснодарского края. В программе соревнования в адаптивных видах спорта – легкая атлетика, настольный теннис, дарс, боча, трейл-ориентирование, стритбол на колясках, лазерный биатлон. Участников фестиваля на открытии поприветствовали шестикратный паралимпийский чемпион Сергей Шилов и заслуженный мастер спорта и неоднократный победитель чемпионата в России, Европе, Азии, призер чемпионата мира по самбо Дмитрий Лебедев. Неравнодушных на фестивале нет. Цель одна – создание общества равных возможностей. 5 октября 20 участников параарта примут участие в историческом пробеге в поддержку паралимпийского спорта. Они выйдут на старт трассы «Формула-1» в рамках третьего международного полумарафона на колясках. Помимо этого спортсмены посетят арену «Ледяной куб», где команда Краснодарского края покажет мастер-класс по керлингу на колясках. В культурной программе параарта – живопись, графика, поэтическое творчество и танцы. Свой подарок участникам фестиваля сделал Илья Авербух. Все получили билет на ледовое шоу «Ромео и Джульетта». Фестиваль продлится в Сочи до 7 октября. 47-й год подряд на курорте стартует сочинский турнир по настольному теннису. Уже давно вышедший из разряда городских, сегодня он принимает спортсменов со всей России. Это порядка 100 теннисистов, среди которых и мастера спорта, и члены сборной страны. Посчастливилось стать участниками рейтинговых соревнований, начинающим сочинским теннисистом. Уровень соревнований – всероссийский. Сочинский турнир включен в раздел соревнований календарного плана Минспорта страны. И тем не менее, все 47 лет у руля стоят основатели турнира. Алексей Барабанщиков вспоминает, как в 71-м году соревнования по настольному теннису собирали членов профсоюзов, энергетиков, лесников, строителей. Затем подключились спортсмены города Сочи и Краснодарского края. Потом возникла идея, кроме командных соревнований, на которые приезжали все, буквально все, спортсмены из Краснодарского края за счет профсоюза, пригласить ведущих игроков страны и организовать, кроме командных соревнований, организовать еще личный турнир, на котором бы ребята наши, краевые, сочинские, краснодарцы, новороссийцы, геленджичане, чтобы они могли играть с сильнейшими игроками Советского Союза. Поэтому вот так вот родился этот турнир. В Сочи на настольный теннис в свое время был на очень высоком уровне. Ребята входили в сборную команды РСФСР. Сегодня в Югспорте. Именно здесь проводятся соревнования и первый мастер спорта этого турнира. Тогда, в 1971 году, им стал сочинец Евгений Шварц. Спустя 47 лет мастер спорта СССР, двукратный чемпион России на сочинском турнире в роли тренера. На всероссийском уровне соревнуются трое его воспитанников. У наших воспитанников, благодаря этому турниру, есть шанс, так же, как и у меня, участвовать в таких вот всероссийских рейтинговых соревнованиях. Уровень сегодня выше. Это все связано с тем, что идет прогресс в нашем виде спорта, также технический прогресс, то есть усиливается инвентарь, ракетки стали лучшего качества, накладки к ракеткам гораздо более мощные, чем были в наше время. А отсюда увеличивается скорость, увеличивается мощность игры. Главный стимул для спортсменов – это возможность выполнить мастерский норматив. Ну а титулованные теннисисты в сочинском турнире участвуют с целью практики и, разумеется, победы. В этом году Краснодарская федерация настольного тенниса учредила призы памяти выдающихся специалистов этого вида спорта. В их числе и сочинцы – сильнейшие тренеры и спортсмены – Александр Кондратьев, Игорь Витошин и Али Тимир Булат. Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина состоится в Красной Поляне. Соревнования пройдут с 5 по 10 октября на Олимпийском комплексе «Русские горки». В чемпионате примут участие лидеры мужской и женской сборных России Евгений Климов и Денис Корнилов, Ирина Вакумова, Анастасия Баранникова и Софья Тихонова. Вход на соревнования свободный. Добраться до «Русских горок» можно на «Ласточке» или автобусах номер 105 и 135 до станции «Эстасадок». Далее по канатной дороге. Услуги подъема по канатной дороге до уровня комплекса также будут предоставляться бесплатно. Трибуны комплекса смогут вместить 6 тысяч зрителей. Компания «Рыбак Камчатки» привезла в Сочи новый ассортимент рыбной продукции. Ее можно приобрести на выставке продуктов питания «Экспофуд», который открывается в четверг, 5 октября, в рамках форума гостиничной рестораны «Олимп» в выставочном центре на Несебрской, 1Б. «Рыба Камчатки» предлагает сочинцам более 30 разновидностей копченой рыбы и морепродуктов, в том числе настоящую красную икру. Среди деликатесов – белорыбица, кижуч, палтус, нерка, знаменитая дальневосточная корюшка, а также совершенно эксклюзивный продукт «Царица лососевых» – редкая деликатесная чавыча. Приобрести все это можно с 5 по 7 октября в павильоне «Рыбак Камчатки» на выставке «Экспофуд» в рамках форума гостиничной рестораны «Олимп» в выставочном центре на Несебрской, 1Б. На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.